Появлению пешеходных дорожек возле детского сада номер 69 в поселке Шлаково местные жители обязаны вот этой инициативной группе. Принять участие в софинансировании проекта по благоустройству двора соседи по пятиэтажке решили в 2019 году. Весной этого года начали собирать деньги и вот результат. Я считаю, что очень люди довольны. Сравнить с тем, что было здесь и что стало, и освещение, и тротуары, то есть, естественно, всем нравится. Очень сильно довольны. Большое спасибо за проделанную работу. Сами видите, все стало очень эстетично, вид красивый, стало чисто. И даже вот в учреждении заметно, потому что здесь была глина, вот эта вот глина вся была на детской обуви. Особенно в такую погоду стало безопасно ходить. Дорожки ровные, аккуратненькие. Сейчас детям и родителям не приходится ходить и по проезжей части, как это было раньше. Однако возникает новый вопрос. Местным жителям, да и работникам госучреждения хотелось бы увидеть ремонт автодороги. Хотелось бы, конечно, чтобы дорогу подъездную вот эту вот привели в порядок. К нам приезжают поставщики, привозят продукты. Зимой мы очень сильно замучились. Не подъезжают машины, приходится даже бывали случаи при большом снегобаде разгружать от поликлиники. Если для создания пешеходных дорожек местные собрали 10% от суммы работ, чуть больше 200 тысяч рублей, то ремонт дороги на улице Бабушкина должен пройти другим способом. Я буду добиваться, как видите, пытаюсь, по крайней мере, за что уж берусь, то довести до конца. В этом году мы уже подавали заявки, чтобы в следующем году эту дорогу отремонтировали методом, называется, картами. То есть, если полный капитальный ремонт, это смета, это очень большие нюансы и так далее, а с картами технически можно быстрее решить эту проблему. Надеюсь, в следующем году появится эта дорога. Я понимаю, что это будет как бы большим плюсом, потому что как бы заключится вот этот пятачок и как бы комплексно закончится. Как говорится, аппетит приходит во время еды. И местные уже поглядывают на соседний двор, где стоит без присмотра полуразрушенный корт. У нас в соседнем дворе стоит вот хоккейная коробка вся в бачевном состоянии. Хотелось бы, конечно, ее тоже отремонтировать, но не знаю, потому что очень дорого сейчас все. Цены сейчас, сами знаете, в летом сильно подросли. И насколько это реально сейчас собрать людей, не могу сказать. То есть, мы будем думать сильно, сильно надо подумать. Хоккейную коробку тоже можно привести в надлежащий вид, приняв участие в программе поддержки местных инициатив. Стоит сказать, за этот год в 10 округе воплотилось в жизнь уже 4 таких проекта. В частности, эти дорожки, дорога на третьем нефтезаводском проезде, дорога к школе номер 43. Также выполнен первый этап по созданию сквера на улице Качевской. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».